На заборе. Долго искать не надо, я выбрал тот, что поближе к дому. Чтение оказывается не для слабонервных. Жидов в гетто, а негров в зоопарк. Через несколько метров Россия и знак свастики. Далее на английском. Власть белых, это всемирный лозунг бритоголовых. И храни свою страну в чистоте, раз вы, разумеется. Далее знак свастики и неоконченная надпись евреев. Видимо, спрей закончился или спугнули. И последняя надпись нацистский фронт. Обыкновенный забор в обыкновенном московском дворе. На заборе обыкновенный фашизм. Стать скинхедом дело нехитрое. Здесь все в комплекте. Музыка, униформа, идеология. Головы бритые, ботинки военные. Друзья белые, враги черные. И главное помни, как только постригся под ноль, ты боец белого сопротивления. Цель ясна, задачи определены за работу портогеноса. Цель, рай, цель, рай, цель, рай. Бус вышел на тропу войны в середине 90-х. Вместе с другом по прозвищу Клин он создал банду скинхедов «Русская цель». Славу былинного героя среди бритоголовых приобрел после того, как избил возле ДК Горбунова чернохожего охранника американского посольства. Интервью, показанное по телевидению, произвело тогда эффект разорвавшейся бомбы. О скинхедах заговорили. Бус отсидел полтора года и вышел по амнистии. Ты жалеешь вообще о том, что произошло три года назад, четыре года? Там было интересное интервью с дежурной частью, когда мне задали уже этот вопрос в момент задержания. Я сказал, что я жалею только в том, что этот негр оказался сотрудником посольства. На самом деле сейчас я понимаю, что и все сотрудники посольства тоже такие же уроды, как и все остальные. Недочеловеки. В самом центре Москвы, рядом с Кремлем и могилой неизвестного солдата, оказывается, есть фашистский знак. Бус показал нам. Фашина. Топор, обвязанный пучком прутьев. Мотив русского ампира и символ партии Муссолини. Ну вот, Москва фашистская. Символы былого величия нашей расы. Сейчас все здесь изгажено, а на Манежной площади тусуются рэперы. Это большая ошибка. Война с немцами. Я думаю, надо было пропустить Гитлера до Камчатки и решить его руками еврейский вопрос. Уличные драки и погромы – это для малолетней шпаны. Скинхэт, умудренный опытом, приходит к пониманию. Сила в партии. Пару лет назад Бус узнал, есть такая партия. Называется «Народная национальная». Вождь с идеальным именем Александр Иванов. Бус теперь его правая рука. Партийная газета «Я русский». Партийное приветствие – вскинутая правая рука. В Германии, говорят, сейчас за такое три года тюрьмы дают. Старые символы – новые слова. «Слава России! Слава России! Слава России! Слава России!» Это будет государство, я могу сказать. Это новое. Сначала, по всей видимости, это будет конфедерация между Германией, Данией и Россией. Русью мы переименуем в Русь. А в будущем это перерастет в единое что-то. Националисту в Москве нелегко. Лужков запретил фашистскую символику. Государство норовит посадить в тюрьму. Бус сидел. Вождь Иванов пять лет находился под следствием, из которых полгода провел в СИЗО. Дело Иванова закрыли в этот четверг. Дали три года условно за возбуждение национальной вражды и тут же амнистировали. Мы хотим прийти к власти без крови. Мы не хотим крови. Но чем больше нас преследует, тем злее становятся наши сердца. Факельное шествие под Москвой. Февраль 2002 год. Обряд посвящения в ряды Национальной народной партии. Мясо в каске советского солдата символизирует русскую плоть. Вино в каске фашиста – немецкий дух. Союз заключен. Скинхед стал партийцем. Я принимаю крест. Я принимаю крест. Народной национальной партии. Народной национальной партии. Они приходят сами. Они как маленькие вот эти мотыльки. Они очень беззащитные, эти скинхеды. Они очень ранимы. Они практически все из неполученных семей. Из бедных. Они показатель болезни общества. И они скинхедство, как явление. Наоборот, это реакция организма. Реакция организма, появление скинхедов говорит, что организм еще здоров. Если скинхеды – проявление болезни, то распространяется она как эпидемия. По одним данным, бритоголов 10 тысяч. По другим, во много раз больше. Всех не пересажаешь и не запретишь. Они тоже любят Родину. По-своему. Бритая голова означает то, что я плюю на ваш мир. Поэтому я думаю, что здесь нет места для каких-то компромиссов. Андрей Лошак, Алексей Ермилов, Антон Субботин. НТВ. Москва. Продолжение следует.